Изменения видны невооруженным глазом. Новые пластиковые окна, современная система отопления, надежные коммуникации. Работа по реконструкции лицея началась в конце зимы. Сейчас на объекте трудится порядка 20 человек. Сдать планируют срок. Сейчас мы видим, что первую срочную штукатурку было произведено, а сейчас они второй шлой уже с поклевкой делали. И, как мы видим, капельную плитку, раковины, они новые плитки, капельки сделали. Вот так и электричество на старые, на новые. На данный момент в этом кабинете уже почти завершающий, можно сказать. После праздничных дней бригада вновь приступила к работе. Правый корпус включает в себя 12 кабинетов. Кстати, лицея первая элитная школа, где начали практиковать систему обучения по направлениям. Физико-математическая, химико-биологическая, гуманитарная. Поэтому профильным кабинетам здесь уделяют особое внимание. Ну вот, как мы видим, здесь у нас планируется обновить полностью компьютерный класс. Работы начались, как обычно, с замены окон. Здесь посередине будет линия электричества прокладывать. Будут меняться парты. Ну, вся школьная мебель будет обновляться, компьютеры, все как положено. Лицей построен в 1996 году. С тех пор капитального ремонта здесь не было. Сейчас его проводят по линии федерального партийного проекта «Новая школа». В целом, на реконструкцию общеобразовательных учреждений региона было выделено 900 миллионов рублей. Подрядчики говорят, что от прежнего здания останутся разве что стены и общие очертания. Здесь обновилось практически все. Планируется ремонт кровли у нас. Деревянных конструкций, металлочерепицы около 3000 квадратных метров. Там будет тоже меняться, по новой все будет делать. Ливневые отводы, желоба все меняются. С этого, с торца тоже все металл старый снимают, новый будет на стиль. Вот так, 3000 квадратных метров там около вот так. Такие ремонты там тоже в чердак будет производиться, на чердаке. А сколько сильные проблемы были при плохой погоде? Ну, как чуть-чуть ветер, все, она уже крышу сносила несколько раз. Были очень большие проблемы. Заливало нас дождь, когда сильно вообще... Два раза даже у нас крыша, металлочерепица, все это негодности проходило. Рада изменениям всем. В улучшенных условиях интерес детей к учебному процессу должен возрасти. Сейчас лицеисты временно базируются в 18-й Назрановской школе. Лейла Хазбиеву, ученица 8-го класса, признается, учиться во вторую смену тяжело и непривычно. Девочка с нетерпением ждет новый учебный год в родной школе. Мы очень рады, что этот ремонт проходит именно сейчас. И мы с нетерпением ждем окончания его. Мы с сентября хотим прийти в новую, хорошую, красивую школу. Тебе удобно ездить в эту школу? Если честно, было намного удобнее ездить в лицей. Так и будет. Завершить работу по реконструкции планируют к началу учебного года. Особое внимание уделят благоустройству территории учебного учреждения. Хавагагива Магомед Доскеев, Новости 24.